Каждый из нас знает, что во всем мире существует достаточно много аномальных зон, таких как Бермудский треугольник, Стоунхендж или Аркаим, тайны которых не разгадано по сегодняшний день. Однако, мало кто знает, что такими зонами богата и Мариелл, поэтому сегодня мы продолжаем рассказывать о самых загадочных и мистических местах республики. Деревня Шарунджа и Сапунджа. В этих деревнях Маркинского района располагаются энергетические зоны, причем около деревни Шарунджа находятся благоприятные места, есть несколько священных рощ, почитаемый источник, гора Анара, Анар-Курык, там же возложен камень великану Анару, который, по легенде, бывал здесь. И вытряхивая песок из лаптей, образовал множество гор и холмов. Месты очень благоприятны для отдыха и проведения народных праздников. И наоборот, около Сапунджа находится геопатогенная зона, которая была известна и окрестным жителям, и даже жителям соседнего Татарстана. Так, соседи деревни Татары называли это поселение Яиаса, что означает душу забирающей. Это объясняется наличием на окраине одного из оврагов куполат останков развалившихся землянок. По преданию, здесь проживала Авда, Марийская ведьма. А сам овраг имел дурную славу у жителей Сапунджи. Кстати, в этих же местах располагается татарский, булгарский, языческий родник. Юрдурская гора. По местным преданиям, на этой горе в давние времена жили овды, а когда эти края стали заселяться, то они ушли в глухие леса. Недалеко расположена поклонная гора со священной рощей, которую в свое время посещал президент Венгрии. В этих же местах есть проклятое место, где очень часто бывают сильные вихри и локальные бури, там много поваленных деревьев, буреломник. Местные жители говорят, что это керемет буянит. Рядом же лес стоит целый и нетронутый. Чертов дом. Также в Маркинском районе есть дом лесника, Черноозерский. Это несуществующий населенный пункт. Он находился на расстоянии 11 километров с северо-восточнее поселка Красный Стекловар. По рассказам старейшего жителя поселка Колесова, дом лесника был построен в 30-х годах XX века. В казенном доме проживала семья лесника, в обязанности которого входили мероприятия по охране и уходу за лесом. В народе есть другое название этого поселения, Чертов дом. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годах в доме был убит лесник, и следы неизвестного человека вели только в одну сторону, в сторону дома. Отсюда и пошла легенда о Чертовом доме. Деревня Шардур. Название этого населенного пункта означает, деревня, расположенная около оврага, по которому протекала талая вода, в Утшир. О присутствии на этом месте в И. Озер, болот говорит и современный ландшафт. Посередине деревни находится озеро с болотом Исор. Озеро Йорош глубиной в несколько десятков соженей расположена западняя деревня. По воспоминаниям жительницы деревни Сусловой, этот водоем образовался после сильной бури, весной. Сюда приезжали молиться верующие из Куженерского района, так как там такое озеро исчезло. Это место считается священным. Черные камни. Загадочные черные камни у села Кожлыр всегда имели для местного населения культовое значение. И это неудивительно, ведь около камней регистрировалось повышенное магнитное поле, было замечено и влияние на стрелку компаса. Также многочисленные свидетели видели в этом месте свечение в темное время суток. От некоторых камней ощутимо исходит тепло. Урочище Каменная гора, Кульшит. Это уникальный памятник природы, расположенный на границе Маркинского и Куженерского районов. На склонах Вятских Увалов в этих местах расположены овраги, где наблюдаются хрономиражи, а также слуховые миражи и галлюцинация. Есть предположение, что видения и миражи могут вызывать некоторые природные газы, которые выделяются из расщелин Вятского вала, например, метан. Данный газ накапливается на дне оврагов и может воздействовать на человека, вызывая видения. Нолькинские пещеры, горняк. В районе этих Куженерских пещер существуют природные аномалии, связанные с восприятием течения времени. По информации в интернете, эти аномалии изучались как любителями-одиночками, так и туристскими группами. По преданиям, в пещерах раньше жил подземный дух, Камай, который потом то ли ушел, то ли не проявлял себя. Этому духу приносились своеобразные жертвы от работников, которые добывали камень в этом урочище. Сами подземные штольни, это уникальные и единственные в своем роде искусственные пещеры на территории Мариел, больше таких объектов нет. В них встречаются настоящие сталактиты и сталакмиты. Меркусота. Древняя молельная роща, Меркусота в Куженерском районе расположена недалеко от урочища Нолькин камень. Вырубать деревья в ней нельзя, здесь язычники приносили своим богам в жертву животных, чтобы те покровительствовали их роду. Моления в этой роще проводят ночью, а уйти оттуда нужно непременно на рассвете, чтобы нечисть, боящаяся солнца, не увязалась следом. В полночь в роще Меркусота путник может сбиться с пути, перед ним встает образ жеребенка или теленка, и он начинает ловить животное, которое ему никогда не поймать. Так он может кружить на одном месте всю ночь. В этой реликтовой роще наблюдаются удивительные магнитные аномалии. Стрелка компаса ни с того, ни с сего вдруг начинает скакать, отклоняясь градусов на 10-15. Рассказывают, что встречаются места, где она, и вовсе бешено вращается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok